добрый день друзья еще раз добрый день ну задержался я беседе с галиной несколько давайте мы начнем программу как я посмотрю как она звучит новые до новые профессии новая работа новые деньги но и менталитет самое главное конечно это менталитет но речь пойдет вот о чем видите не на главном канале сегодня на двух каналах один канал мой персональный на котором я практически никогда не делаю программу очень редко а второй канал имеет отношение к деньгам это канал делать и трейдинг итак для начала я в очередной раз попытаюсь объяснить как изначально я вот не так сказать пришло о том что надо отделить канал денежный или материальный канал канала познания личности ну так вот пришло такое название развитие развитие познания себя познания личности очень интересные вопросы очень интересные сегодня прозвучали в двух программах теть тема была интересная да ну и вот еще раз мне придется повторить о том что кто мы есть и для чего мы здесь находимся но для начала мир материальных был создан с одной целью творцом вот можно по разным этого воспринимать эту информацию как угодно меня этот вопрос не очень интересует я просто излагаю эту информацию если будет вопрос и вы их зададите и значит мы там будем об этом говорить я не знаю на каком канале идет еще раз это на какому из двух каналов это идет но принципе не имеет значения так вот мы это трехмерная матрица названием тело дух душа когда человек или душа инкарнируется в тело по определенному порядку по определенным циклам есть несколько стадий допустим которые входят в этот большой цикл ну как правило их четыре бывает 5 очень в основном 4 почему это начало это развитие это угасание и это завершение то мы у нас была программа недавно дмитрий мченко вот сегодня это была программа где решила о том что каждому человеку желательно узнать кто он есть какой целью он появился здесь на свет то есть просто так не бывает ничего люди просто так не берутся ниоткуда и сюда на все причины даже если кому-то что-то захотелось кто-то как говорят это самое залетел а это не имеет значения этот терминология всего лишь это не имеет совершенно никакого значения как что и почему имеет значение только лишь о том что все идет по заведомо на на за заведомо написанную сценарий о котором вы ничего не знали если бы мы об этом знали то было бы намного легче и так очень коротко но раньше допустим человека раздался на свет не вслепую и потому что это захотелось маме спал да а потому что это все планировалось это целое искусство вот дмитрий синькостролог об этом говорил но и он тоже не знает допустим вот всей этой механики потому что существует определенные цикл опять же в котором одна из составляющих наша это называется кама или искусство наслаждения но для чего-то то есть все идут в развитии ничего не бывает просто так и ничего не бывает завершенным циклом ничего не не может быть кроме одного цикла мы попадаем духовный мир это все это конечная инстанция где мы можем оставаться и это на то время сколько мы захотим то есть там нету границ но до этого дойти очень и очень тяжело поэтому все таки мы живем там где есть какие-то границы есть какие-то этапы здесь какие-то циклы вот ну и планировалось полный ребенка планировался планировался его качество ребенка и планировалось место и планировалась та семья где он будет расти это планировалось цвет кожи планировался тоже и отсчет шел от момента зачатия поскольку этот момент всегда фиксировался и астрологи они это знали и там точность была максимальная здесь точность с какой-то приблизительно поскольку ну люди рождаются не ровно через определенное количество дней дети рождаются и 9 месяцев это условно кто-то восемь кто-то семь кто-то девять с половиной кто-то даже 10 говорю но поэтому здесь много различных моментов нюансов вот это первое и он рождается человек с каким-то определенными задачами с каким-то определенными своими наработками то есть качество которое забирается из своих прошлых прошлых скажем жизни вот об этом шла речь допустим последнем эфире предпоследнем эфире о том что человек это умирает он прощается со своими двумя телами прощается с телом эфирными телом астрономии вот но есть еще другие тела но вот он как бы забирает душа как бы забирает собой или он человек забирает собой и в следующей инкарнации он рождается вот с определенными качествами которые остаются как импринты или отпечатки остается в его вот этих тонких телах и это называется нашим скажем так менталитетом когда мы сейчас находимся в определенном цикле а это цикл характеризуется то что мы наблюдаем постоянно и для нас это очень существенно очень важно очень насущно необходим но и мы задаем вопросы что нам такие напасти не вскоды за счет за что нам такие испытания это все ответ на вопрос очень простой это именно мы это все заслужили но поскольку мы не помним что мы это заслужили в этой жизни а зачастую это приходит с прошлой жизни но тогда естественно мы этого не помним и и соответственно те люди которые причиняют нам неудобства или какие-то коллизии или какие-то болезни мы на них реагируем вот таким образом и вот мы сейчас это начало это такая вот как бы подоплека но мы рождаемся в трех то есть наша жизнь состоит из трех частей скажем так а я об этом тоже много раз говорилось но это так и они неразрывно друг от друга а именно то есть мы живем не сами по себе не на неприятном острове где-то там и так далее и пятница нет мы живем все-таки в обществе и нас окружает наши близкие наши близкие это наши супруги это наши дети эти наши родители и с ними мы имеем какие-то отношения верно причем самое интересное мы имеем отношения с теми людьми которых уже нету с нами наших близких которые ушли это наши предки дело в том что эти люди бывают уходят не по старости они бывают уходят раньше времени по разным причинам и на это тоже есть причина почему они ушли и раньше времени к сожалению сожалению наш мир материальный западный мир устроен так что этими вопросами не интересуется почему человек ушел он сожалеет о том что он ушел оплакивает и далее это наше эмоциональное тело и вот такие мы все люди для материальные но есть причина почему человек ушел раньше времени и вот если да он сделал а есть только один вариант который отвечает на все вопросы значит он что-то натворил то есть по-другому не бывает но это не теория эта практика она давно известна она известна скажем на другой половине земного шара но сегодня все больше и больше запад к этому тоже приходит он тоже понимает и тем не менее пока еще не в такой степени как хотелось и сейчас называется одним словом карман то есть человек получает или цепочка отследствия и причина естественно ну и если это так то тогда это все объясняется других вариантов и вот что нам надо сделать нам надо разобраться но если вы не в этом не разберемся тогда человек который согрешил и который получил соответствующее испытание в виде болезни или виде допустим страданий он не он не его близкие не могут это объяснить ничем кроме как какими-то коллизиями еще расселить какими-то людьми которые вот так и мы сделали действительно такое может быть такой может эти люди действительно могут что такое сделать ну все знают хулиганы сильники убийцы когда есть кто виноват в этом они они косвенно виноваты потому что опять же есть причина они сами того не понимая сами того не знаю является орудием в руках каких-то высших энергий высшего разума который просто гармонию если мы что-то сделали мы должны получить реакцию на это все и кто-то должен сделать это ну если кирпич на полу не упадет то придет человек который даст по голове и все я отыграю дадим по голове отыграем свое было так хоронится вот чем с ней не царствует гриши дадим по голове это играем свое так это момент который называется кармой и это момент который конечно очень и очень нехороший но тем не менее он существует и вот мы существуем живем существуем работаем любим далее так далее и цель собственно говоря одна всего этого дела для разобраться для чего мы здесь находимся но никто не хочет разбираться сегодня поскольку ну идет цепочка наслаждений мы хотим получить желаемое мы его получаем мы хотим получить удовлетворение физическое мы его получаем морально мы получаем не получаем нам больно нам неприятно мы страдаем и так далее это все все вот наша материальная жизнь такая и так мы живем в обществе и там есть наши предки и вот эти предки на нас оказывают влияние и мы должны с ними продолжать общаться даже если их нет как это вопрос другой сегодня мы об этом говорить не будет это первая сторона мы живем в отношении с кем дальше следующая сторона мы живем не только в отношениях но у нас еще есть как мы живем то есть мы живем как хорошо мы живем много лет да умираем от болеет от болеет бывает физическое здоровье быть выглядит очень и очень хреново но тем не менее у него дух вот не укротим он будет жить но физическое здоровье как правило нас волнует физическое здоровье ментальное здоровье мы запад нас этого не учил поэтому ментальное здоровье здесь не стоит на первом месте к сожалению первом месте здесь стоит физическое здоровье которое как ни странно зависит вот от этих тел тонких тел в которых мы обличены душа обличена вот этим тонким целом но запад нам это не объяснил и мы пытаемся постичь это вот сейчас какие-то программа читав но как минимум уже есть какая-то информация раньше и это не поэтому что такое здоровье мы начинаем разбираться ну и следующий момент это следующий момент это день эти деньги поскольку деньги ну неотъемлемая принадлежность нашей материальной жизни но к сожалению существует разрыв и не было так сказано разделить канал делтик делтик это биржевая академия трейдинга основателем и президентом которой я являюсь совершенно официально благодаря моей 27-летней работе на бирже различных стран и моих скажем так ну возможности способности неважно не имеет значения и каких-то там наработок за 27 лет которым я этими вещами занимались как портфолио менеджер как руководитель курсов и далее так далее и я имею действительно официальное доказательство являясь партнером одной крупнейшим профилю компании в мире так далее вот но мне было сказано отделить это почему потому что есть большой дисконнект или большое как-то вот непонимание этого процесса что самое интересное а менталитет мы сейчас перейдем допустим к менталитету менталитет абсолютно абсолютно разный праздник на континент скажем так а именно я не один раз говорил о том что я образование получил здесь но высшее образование у меня конечно есть но она не имеет значения финансовому образованию которое я получал здесь изучая эти все вопросы на своей улице шкуре вот ну и еще 20 лет назад об этом я делал вебинары я делал семинары где собирались многие люди но люди собиралась ну минимум 10 раз больше чем собирается сейчас хотя знаю значительно лучше и больше и у меня гораздо больше есть опыт но это было представить 20 лет назад о чем это говорит для меня это говорит о менталитете различных слоев населения и я бы даже стал различных видов да почему потому что я еще раз повторюсь о том что я очень хорошо умею анализировать различные ситуации и вот я могу сделать такой анализ и не ошибусь анализ менталитета человека американца и человека неважно где проживающего но воспитанного или родившегося в россии скажем меньшей степени но тоже есть отголоски тех детей которые сюда приехали возрасте 5-7 лет скажем так которые только американцы но какой-то менталисты все же у них остался а те дети которые родился практически этого нету вот практически нету поскольку это уже другое поколение и так далее вот то есть о чем идет речь страна соединенные штаты воспитана на некотором законе и на не на одном законе о том что халявы здесь нет то есть люди здесь понимают о том что и просто цене на что это это страна бизнеса я бы сказал это планета бизнеса а в бизнесе есть одно очень существенное правило investment и править investment править investment отдавать время деньги труд и профит только после этого причем никто никогда ничего не гарантирует это называется бизнес в советском союзе бизнеса нет не было никогда а это были называлась эта спекуляция поэтому к сожалению вот мы так воспитаны были люди старшего поколения которые этого не понимают люди среднего поколения среднего и младшего поколения этого не понимают по другой причине поскольку они не были свидетелями того и они все таки не жили никогда здесь здесь имею ввиду в соединенных штатах пример или других капиталистических цивилизованных странах то есть пришел пришло на смену полному невежеству и полным синастина открылась и услунули возможность заработка заработки должны быть на чем-то основаны существует такая модель которая называется репутация репутация должна быть на чем-то основана должен быть какой-то рейтинг этот рейтинг в западных странах цивилизованных странах соединенных штабах велика питания а он без сомнения есть и он где-то обозначен это табеля рамках мировой рейтинг мне не довелось я знаю некоторые конечно миллионеров и даже миллиардеров российских да я знаю с ними даже как и общался лично но они себе но это исключительно они себе завоевали место по солнцу естественные предприниматели но за этим ничего не стоит то есть примеру если мы начнем искать не в яндексе а в google какую-то компанию и сделаем ревью этой компании мы получим результаты эти результаты основаны примеру кредитная история соединенных штатов это самый главный показатель финансовой составляющей а поскольку еще раз эта планета или страна бизнеса то финансовая составляющая самое главное тогда этому человеку или этой компании дают неограниченные кредиты но сейчас не стукать тем не менее дают поистине неограниченные кредиты в мере его конечно суммарного заработка то он получает вместе семьей на работе далее то далее компания работают и показывает что у них вот это есть и тогда им дают очень-то довольно много и это очень и очень серьезная вещь и этот создается вот такой вот рейтинг или он называется score credit score оценка создается в течение многих лет примеру я свою историю строил 26 лет 26 лет я строил свою историю причем специально может быть проглатил в кредит почему потому что если ты вовремя платишь свои допустим но кредит выплачиваешь кредит вовремя допустим не опаздывая но это повышает свою кредитную оценку и вот существует три кредитных бюро не одно не два а три кредитных бюро и по суммарной оценке всех кредитных бюро вычисляется рейтинг твой рейтинг который отражен в мировых табелях мировых вот я не видел ни одной компании мне не попалась которая может доказать или показать за что они берут свои деньги за за услуги не довелось мне в отличие от многих других я могу доказать я проживаю действительно но так получилось я проживаю в той стране которая является цивилизованной страной она доказала много-много-много лет и который имеет мировой табель и компании которые там есть и которые имеют хорошую кредитную историю честно они входят табель о рангах и это можно все вычитать и посчитать то есть это есть доказательство то есть что-то должно быть подкреплено на первое место выходит репутация репутации ни в коей мере и никогда нельзя повредить деньги это дело наживно но если репутация испорчена деньги очень сложно заработать пример да это наша материальная составляющая о которой мало кто понимает поэтому к сожалению бытует такое мнение если вы такую духовность зачем вы занимаетесь такими вот вещами но это наша неотъемлемая предрасположенность да неотъемлемая наша принадлежность я не хотел бы занимать большое количество времени вот этими изысканиями как всегда всех интересует более конкретно более предметно а сколько будет стоите это сколько будет это куда инвестировать вот так вот сегодня мир его не интересует мир эмоциональные тела а как от этого избавиться от лучше всего на халяву вот избавиться а почему вы об этом не говорите вы тратите мое время вот очень удивительная вещь какая-то странная такая лично об этом еще поговорим другой программе очень странная вещь вот два дня назад мы обратили мое внимание администратора послал внимание на один комментатор а название программы не отражает того что было собой программе то есть вы не ответили на вопросы но я отвечаю женщина пишет я отвечаю о том что не ответили 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 на вопрос это все будет вебинаре она отвечает а я не слушаю это слишком для меня длинная какая-то вот такие подготовка к тому я вот включила там где я считаю нужно и там об этом не сказали в течение целой передачи раза три-четыре я это все показывал тебе было сказано каждый человек слышит только то что вы больше слышите и базируется только на этом и более не как это мы и сегодня программе и просто и позапрошлой итог этого всего вы воруете наше время еще происходит человек приходит в дом дом но это же дом правильно пожалуйста открытые двери на программа публичная любой человек может зайти и послушать ее но тут существует есть правило вот вы идете в дом дом открытых дверей двери на распашку стоит знак заходите и там идет какая-то лекция человек слушает слушать и говорит что вы теряете мое время и какой-то совершенно с моей точки зрения да и не только с моей какой-то совершенно дикая какое-то такое но не знаю претензия тебя никто не звал это дома открытых дверей там идет какая-то лекция вы приходите предлагают слушать и бесплатно все пожалуйста он ему что-то не понравилось или я чуть не кажется вы потеряли мое время другой человек пишет а зачем вы мать на этом и сами игнорируете но если я буду это игнорировать тогда следующий человек сказать еще скажет ну надо же как-то понимать поэтому я один раз говорю все а вот как это воспринимается с праздником я говорю сейчас о менталитете человека вот американец простите противоставление такие делаю он тебе такое не позволит никогда никогда для меня это очень удивительно я знаю я хороший аналитик я знаю ответы на эти вопросы но я теперь понимаю тех людей которые я приглашаю которые мне об этом спрашивают проживающие в россии которые сюда приезжают как ну их приглашают они сюда приезжают и они говорят я не понимаю вы говорите на русском языке мы говорим на русском языке но меня так сказать уважают там меня спрашивают что вы рекомендуете а здесь это очень не очень странные если не стали более какие-то такая реакция на то что я допустим делаю это причем сплошь зарядок и вот у меня возникает вопрос а когда мы наконец избавимся от этого менталитета которая позволяет нам судить обсудить обсуждать обсусоливать и так далее и так далее и самое главное конечно судить и и считать что мы тут самое главное вокруг нас крутится мир и все должны делать так как мы считаем что должно быть понимаете то есть выражение благодарности нет и я отвечаю почему тогда 99 процентов выразили благодарность в этой же передачи она говорит а меня это не интересует раз не интересует значит не интересует а глеб если на какой-то платформе объединить сам гейт белтик ради эксперимента аудитория это будет хоть какая-то да будет я согласен но на мой взгляд не пришло время пока не пришло я пару раз дел ты посмотри сам ну и же статистика просмотра да но нету не интересно вот рубрика где можно поговорить или обсудить четыре минуты всего ну что такое четыре минуты просмотреть но полтора часа конечно тяжело смотреть или час да я понимаю почему-то там полторы тысячи просмотров а здесь 400 а если какая-то программа связанная с вот этими новостями монетными да и какими-то денежными она идет уже 300 400 но не интересно короче я не знаю я не понимаю почему то есть менталитет значит не знаю я конечно могу объяснить это и лучше объяснить но я говорю как она есть понимаете то есть это все зависит от людей которые просто не понимают что это составляющая которую они у себя забирают и вот эта составляющая негативизма которую я только что рассказал это и есть та самая составляющая негативизма которая соотносится к тому что человек то есть смотрите что получается чисто психологически и чисто логически вы потеряли мое время а деньги это что то есть время это что время это деньги о чем конечно, о деньгах. Она мотивирована деньгами, о том, что у нее не хватает. Понимаете? Другой приходит в благостном расположении. Есть время, он приходит. Нет времени, не приходит. Зачем писать негатив? Зачем? Уздите из этого чата, не реагируйте. Покиньте тот самый Сангейц, YouTube-канал, отпишитесь у него, в конце концов. Ну что это такое? Вы потеряли мое время. То есть получается, человек представляет собой и все крутится вокруг него. Мое время. А то, что здесь распинается Майкл, кто-то там еще, это не считается. Вот делать нечего. Это что? Думаете? Почему американцы так не думают? Причем они думают, что самое интересное именно они могут думать именно так. Но для них это нормальное явление. Если я, допустим, о чем-то говорю, к примеру, для американцев, то есть я хочу от этого получить бенефиты. Правильно? Я хочу. Я кого-то зазываю, к примеру, на курс. Ну, можно так подумать, да? К примеру. Но для них-то это нормально. Но как по-другому? Ну, как по-другому мы можем узнать, как заработать? Но есть вариант о том, что они с помощью, допустим, меня или кого-то еще, заработают деньги? Есть? Есть. Есть. Но у них в голове у всех до единого модель. Инвестмент. Но нам надо слушать, нам надо внимать, если мы хотим. Если мы хотим. Если нам это нравится. И только тогда, когда мы будем за это платить деньги, только тогда мы будем получать. русский человек, простите, это не дошел до этого. Я должен констатировать с горечью, можно сказать. Я точно такой же русский, да? Но просто я получил образование здесь. Я как-то перестроил самого себя. Я никогда не... Почему я на русском-то говорю? Я могу точно так же и делать, и делал всегда, кстати, на английском языке. Но как-то с течения времени мне показалось, что вот здесь мне все-таки хотелось. Хочется на русском говорить. Ну вот, что, в общем-то, я, в принципе, и делаю. Теперь, давайте перейдем к более конкретным вещам. Наверное, это многих будет интересовать. А именно. Поступили... Да, мы говорили, и несколько раз я уже об этом говорил, по поводу... Значит, это называется Metaverse, да? Metaverse по-английски, или Вселенная за пределами реальности. То есть мы находимся в нашей реальности. Я сижу в кресле, я сижу дома, я сижу и говорю конкретно, предметно, микрофон, наушники, там, все. И вы меня слушаете в реальности своей, каждой своей реальности. Да? И вдруг я одеваю на голову очки, да? Чтобы видеть мир не реальный, а виртуальный, да? Я одеваю, значит, другие приспособления, чтобы там находиться и общаться с людьми, с природой, допустим, да? Вот этот мир, который сейчас строится. Я сейчас перейду, я сейчас об этом немного расскажу, и перейду именно к монетизации, да? К деньгам. Сколько, еще раз повторяю, идет на двух каналах это все. Так вот. Значит, для начала виртуальная вот эта вот реальность. Несколько раз подтвердила Галина. Правильно? Это не просто Галина подтвердила, просто она одна из наших экспертов, которая об этом сказала. Оно давно-давно-давно-давно везде известно, и об этом говорят очень много. Просто, к сожалению, как всегда, идет пропаганда, это называется, где идет желтая пресса, и она, к сожалению, извращает эта тенденция не только, скажем, там в России, к примеру, да, или где-то там в постсоветском пространстве, не имеет значения, но в большей части, к сожалению, надо констатировать. Вот. В большей части. Поскольку, еще раз, я же общаюсь с людьми, я же с ними в контакте постоянно, уже 30 лет. Тем более, что я еще в этих вещах и разбираюсь, да, но я же могу сравнивать что-то, правильно? Тем более, что я умею читать по-английски. И когда я читаю по-русски, все то же самое, выясняется, что это просто извращение, просто перевернутые фразы, перевернутые интонации, перевернутые, смысл содержания перевернут, а центры оставлены не там. Очень часто это бывает, они слушают всегда и везде. Нет, но очень часто бывает, когда одно подменяется другим, а центр оставляется там, где нам выгодно. Вот. Это не годится. Это не только, скажем, это везде, да, но в меньшей степени просто только и всего. Где правда, где неправда, ну, я могу судить. Где есть правда, где неправда и для чего это надо. Вот могу судить, да, но это не будет воспринято, потому что откуда вы знаете? А как вы это пощупали, потрогали, а где ваши патенты на изобретение, допустим, откуда вы это знаете? Единственное, что я могу доказать, я могу доказать это на графиках. Вот это я могу доказать, 27 лет доказываю, сейчас мы к этому и перейдем. Итак, что происходит? Людям тяжело становится жить. Это мы знаем. Все дальше, все тяжелее, тяжелее, с работы выполняют, и дома дети не слушаются, дисконнект идет, и жена уже там не удовлетворяет ни в каком плане, а вот тут уже можно это самое там как угодно и чем-то уже там делать, к примеру, или муж, не важно, не имеет значения. То есть появилась новая варианты жизни. Человек он все время ищет там, где, ну как рыба, где глубже, человек где лучше и так далее, вот это мы знаем. Появились новые варианты. Все здорово, замечательно, каждый нас может выбрать себе. Кто-то выбрал себе меру, укололся и забылся. Я не имею в виду там вот эти превентивные меры, я имею в виду наркотики. Кто-то же выбрал себе такое жизнь, да, или алкогольное там какие-то возлияние, да, он попадает в свой мир. А здесь вообще ничего не надо делать. Дело делать себе шлем, понимаете, дел на себя скафандр этот и все, что угодно там. И ты уже в том мире находишься, да. В этом это плохо? Нет, это нормально, это есть, есть. Я не говорю о том, что это здорово и замечательно, нет. По большому счету, конечно, нет. По большому счету, это плохо, как это, мы же живые люди, к чему мы должны находиться. Но цикл такой, где мы сегодня находимся вот в таком вот, в таких вот вещах. И на это есть причины. Почему? Ну, человек недополучил чего-то, ему он хочет сегодня получить. Ну, нет у него возможности, он завидует, допустим, кому-то, кто поехал себе там отдыхать куда-то на Канарские острова, там, на Гермудские острова, куда-нибудь еще. Или в круиз, да. Но никогда он не выезжал, он сидит в своем Мелитополе, к примеру, Жмельнке, и все. Ну, я знаю. И никуда он не выезжает, иногда там, я выглянул в окно, как говорил Жванецкий, да, я выехал на Троуэйбусе, и, в общем-то, всегда обратно. так сказать, мол, представляешь воображение, можно, да, себе все, что угодно, оно представляет. Слава Богу, сегодня есть и телевизор, и телевизор уже мало становится, понимаете. Качество изображения, мониторы, там уже становится все круче. 3D, 4D, 8D, сколько угодно, D, уже D, это только одно название, что эти D, это Dimension, это себя представляет, Dimension. Dimension это, это направление, как говорится на русское слово, количество, измерения, измерения. То есть, когда-то было их очень много, там не 3-4 измерения, не 4, 5, 6, 20, 96, 96, а сегодня у нас всего лишь 3. Ну, и то это еще, тринтер 3D. Какой 3D? Ну, неважно. Значит, это, так сказать, и есть. Ну, и вот, мы попадаем в виртуальную реальность. Дальше, что происходит в виртуальной реальности? Мы можем поехать, к примеру, покататься по океану на яхте. Было недавно, было сообщение о том, что купили яхту за 680 тысяч долларов, то есть почти за миллион. За миллион, почти за миллион, купили яхту, виртуальную, что интересно, яхта виртуальная. А зачем? Кто этот больной миллионер, который купил себе почти за миллион эту виртуальную яхту? Больных миллионеров не бывает. Эти все люди, которые очень и очень полковые, которые очень и очень смарт, да, и у них есть качество получать эти миллионы. Просто мы, конечно, этого не знаем, не ведаем, поэтому нам это все, мы завидуем, иными словами, и говорим, какие они гады, сидящие на денежные мешки и так далее. И это все априори плохо. Вот это такой менталитет. Что самое интересное, во всем остальном мире, это не показатели, это только единственная страна, социалистическая, бывшая социалистическая страна, ну, может, еще какие-то совместные соседние республики, бывшие или страны социалистического лагеря, где это звучит негативно. Почему? Я не понимаю. Почему? Объяснить, конечно, могу, но не понимаю своим менталитетом, почему это должно быть негативно. Наоборот, это позитивно. Если ты сумел добиться, значит, у тебя есть качество добиваться. Это не значит, что нужно посвятить себя всему этому, но кто сказал, что этот человек себя посвятил? Это в вашем представлении так? Или вы где-то прочитали? Нет. Это человек, который сумел создать себе комфортный опыт. Это плохо? По-моему, это замечательно. Что ты с этим будешь делать? Это вопрос следующий. Но мы сейчас не об этом говорим. И вот этот больной миллионер, допустим, который купил себе виртуальную яхту за 650 тысяч, что делает? Он прекрасно представляет о том, что есть много людей, которые не имеют возможности не то, чтобы купить себе яхту, а поехать туда, где на этой яхте можно покататься, по океану. Когда он, пользуясь новыми технологиями, сдает в рент, время. То есть время на денек, на два дня. И он позволяет человеку в течение дня, двух дней, опять же, я не знаю, как там время идет в этой виртуальной реальности, сколько угодно. Там может пройти 10 минут, а в нашей реальности пройти, то есть в нашей реальности пройти 10 минут, а там может целую неделю человек уже был. Представляете, да? И вот человек, попав в эту реальность, у него 100% полное ощущение о том, что он там лежит, греет пузо на этой яхте, рядом с ним стоят коктейли, прекрасные женщины окружают его, понимаете ли, да? Вот. Вертолетная площадка, он так щелкнул пальцем, понимаешь, оттуда раз выскочил там пыток, чертики ему, это дает, это дает, креветки, устрицы, все, что хотите, понимаете? Уже не надо, как говорил, Живанецкий, в клубе дом кинопутешественникам, кушать кинопутешественникам, все есть. Вы можете с Генрием, ну это же у Живанецкого, вместе с Сенкевичем вы можете, ведущим был, вы можете посетить любую страну, вы можете побывать там, а вот где кушают эти устрицы, крабы, там, хруст, пис, единственного вкуса нет, но он над этим работает. Так вот уже доработали, оказывается, уже в этой реальности можно уже и вкус почувствовать, все что угодно. Вы представляете? Вкус, секс виртуальный на каждом шагу, сколько хочешь. Представляете? Никто тебе не говорит, у меня голова болит, понимаете, и так далее, и так далее. То есть, чертся что, за каких-то несчастных крипто денег. Почему крипто денег? Ну если реальность у нас виртуальная, то и деньги должны быть виртуальные, правильно? Но виртуальные деньги же с неба не падают, и где-то как-то надо купить. Значит, на этот момент наши реальные деньги переводятся в виртуальные деньги, за которые платятся. За которые платятся и все, и все. Значит, сегодня существует такой вариант, сегодня существует вариант проживания в особняке. Вы можете жить в особняке, в которой вы никогда не можете в своей однокомнатной квартире с этим совмещенным санузлом, с этими потолками, где вы выпрямиться не можете, вот только надо на корточках ползать, ну вот иначе, если вы станете сразу головой, воткнетесь у потолок, понимаете, вот, где на каждом углу, там, повернешься направо, как Женецкого было, дамы вам грозят, вам грозит недвижимость. А куда она пойдет? Вернешься направо, газовая плита, налево, холодильник, некуда двигаться, места нет, понимаете? А тут, слушайте, идешь от холодильника до этой плиты, идешь, 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 ой, а по дороге там тебе все, что хочешь. Ну, четыре ванны из пасти горячая вода, ну, в кранах, да, в виде львов, в кранах, да, из пасти горячая вода, в общем, классная штука. Ну, вот, и стоит копейки виртуальных этих денег. Вот такая вещь, да, дальше, дальше вы можете, ну, вот, на яхте покататься, в доме пожить, на море, где угодно, пойти поесть все, что хотите, любые там, меню, у вас будет виртуальное меню, у вас будет кафе, рестораны, все, что угодно, там, рюмки, звон бокалов, ну, и так далее, и так далее. Такое может быть, может быть, мы туда идем. Вопрос, хотим мы или не хотим, нас никто не спрашивает, все равно это будет, а желающие могут посетить. Теперь переходим мы к последней, заключительной части вот этого, так сказать, рассказа, а именно, что происходит на бирже. На бирже происходит следующее, это люди, которые не понимают, это новая работа. Эти новые работы, да, никак не связаны, допустим, с нашими профессиями. Что такое работа? И вообще, как ее определить, что такое работа? Труд облагораживает человека. Кто-то сказал, и она из обезьяны превратилась сразу в человека. Вначале была обезьяна, потом обезьяна начала, так сказать, пахать, 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 вот, и начала выпрямляться, вначале на четырех, потом на трех, потом на двух, потом на одной. Короче говоря, и прыгала, прыгала, и допрыгала до человека, выросла. Понимаете? То есть, все отлично, да? И вот, благородный человек, он стал очень и очень благородным человеком, да? И продолжает пахать, пахать, пахать. Кто сказал, что он должен пахать? Головой подумать можно. Кто сказал, что это нужно обязательно пахать? Ну, кому-то надо, не спорить. Кто-то же должен быть сапожником, или там, каменщиком, плотником, и так далее. Да? Ну, кто спорит, должен быть, да? Но сапожником и плотником как бы намного не на работу. Сегодня крепкие такие стали делать туфли, сапоги уже там, обойки там, понимаете, стальные каблуки, и все что угодно, да? Вот. И ничего не ломается, и сапожники уже вся работу свою потеряли, слушайте. А каменщики уже дома строят совсем не так, как и раньше строили. Вот. И я помню, как строили. Сам строил когда-то. Вот. Значит, короче, все по-другому. Иными словами, но, тем не менее, деньги-то никто не отменял, зарабатывать их надо. Хоть такие, хоть виртуальные, хоть любые. Да? Все равно зарабатывать надо. Как мы будем зарабатывать кропотливым своим день и ночьным трудом, понимаете? На благородины, субботи, бревной там надо нести, и зарабатывать, и зарабатывать, и зарабатывать. Вот. А ей все мало и мало. А она говорит, что ты такие, что ты там мне принес? В пивноху сходить, так и то высчитывается. Короче говоря, появились новые возможности. Появились новые возможности, и вот интересный менталитет. Дело в том, что уже сотни, а то и больше лет, существует биржа, где покупается и продается что-то. Чем отличается, допустим, базар, а сегодня все уже на интернете сидят, и все продают. Вот. Интересно, все продают, кто это все покупает? Интересно. Я, у меня магазин, интернетовский магазин. Куда не плю, простите, все что-то продают. Вот. Удивительно, кто же это все покупает? Кто же покупает, правильно? Так вот, чем отличается ваш магазин, простите, интернетовский или какой-то другой, от того, что происходит на бирже? А биржа, что такое биржа? Это точно такой же базар. Правильно? На базар. Где продаются, вместо, допустим, не знаю, компьютеров или ложек, или чего-то еще, продаются акции. Какая разница? Ну, просто почему-то все считают, что это очень тонкий, этому обучают. Для чего этому обучают? Финансовые там институты, какие-то там экономические, понимаете? А для чего? А для того, чтобы деньги взять. Потому что давным-давно не секрет о том, что все это образовательная система построена только с одной цели, чтобы деньги взять у человека. Ну, только и всего. А как по-другому? Образование же деньги стоит, верно? Только что от этого получает человек? Что от этого получил я, кроме вот этого ромбика, который там и какой-то бумажки, ну, или, не знаю, синенький диплом. Дальше что? Мне что, помог сейчас? Нет, мне не помог. Кому он еще помог? Никому. А здесь вообще никому не помог. А здесь вообще не оказывается, никто не спрашивает. Там, повесить на стенку свой диплом, посмотрите, как на больного. повесить сюда ромбик о том, что ты закончил калыч, никто этого не делает. Как на больного посмотрит. А у нас с гордостью все носили эти ромбики. Ну, было время когда-то. Вот. То есть, по-другому ведь можно все это дело делать. И вот, что происходит на этих биржах. На этих биржах самый главный вариант был обучение. Когда люди обучались, они им надавали такое количество всяких показателей, фундаментальных и так далее, что просто делу даются. Это все запомнить, это, ну, я не знаю, это как на латыни выучить вот наше тело. Анатомию нашего тела. Вот, например, то же самое. Ну, кто-то же запоминает, кто-то становится врачами тоже. Таких мало. И вот эти экономисты, фундаменталисты, они были. С другой стороны, что самое интересное, всегда были технори, технические анализы. Где в графиках это все было положено-отложено. Что происходит сегодня? Сейчас мы подходим к самому главному менталитету человека, который вообще не понимает, как он себя ведет. Удивительно. Вот, я попытаюсь объяснить. Ну, условно. Есть методика, и эта методика всегда была, но почему-то она не воспринята. Вот для меня это всегда было задано. Почему? Хотя на основании этой методики в Америке есть очень известная программа на MTNBC, и там ее ведет такой очень известный шоу-мен, но он действительно очень толковый, его зовут Джим Креймер. Джим Креймер, я забыл, как называется, он когда-то вел вместе с этим экономистом, главным экономистом, кстати, президента Трампа, Кадлов, его было. Вот Креймер и Кадлов, вот они вместе ввели эту передачу, потом Кадлов ушел, а остался один Креймер, но он как там сделал себе такой наполовину комический персонаж, но с другой стороны он действительно толковый мужик, и он действительно ну просто это шоу, сделал шоу, где люди, очень много людей смотрят. И вот оно рейтинговое, очень рейтинговое шоу. И вот он, это Джим Креймер, приглашает одну очень известную даму, которую называют Фибоначчи Квинн, Фибоначчи Квинн, королева Фибоначчи. И она использует некую методику, да, и она это показывает регулярно, показывает, доказывает регулярно. Она является ученицей очень известного человека в Соединенных Штатах и, наверное, в мире, в конце концов, которого учился и я в том числе, Роберт Майнер, его зовут. Роберт Майнер. Он есть, он в 40, ветеран, в 40, там, наверное, с лишним лет он на бирже. 45, можно, не знаю. В общем, серьезный мужик такой, да. И вот он исповедует эту методику, плюс еще некоторые другие, детали отдаваться не будут. Но о чем идет речь? Речь идет о высших законах. Я это называю сакральной геометрией. И были люди, которые смотрели, когда я это рассказывал, и не понимали вообще, о чем я говорю. Причем тут биржи, сакральная геометрия? Это наши, так называемые, ученые, которые говорят, да я, да я, я же кандидат математики, я же доктор, я же профессор, понимаете. И вот, вот это вот самое главное, что он профессор, и делает, я тоже, у меня тоже есть такая вот эта самая стучка, шапочка такая, да, которую мне дали вместе с мальчиком. Вот. Я могу взять, покрутить и сказать, наша вам с кисточкой, кисточкой связать. Ну вот. Ну, я бывает одеваю, это для фонда, обычно я, видите, мальчик. Вот. Короче говоря, методика есть, и эта методика основана на высшем законе. А именно, вот сейчас мы переходим к самому главному, к менталитету человека, от чего-то зависящего. Но не бывает такого, что у одного, он такой высокоинтеллектуальный, понимаете, он наступит, за эти такие темы, да, а другой какой-то, какой-то твой, что-то, ну, ни хрена не понимает. Какой-то, такой, какой-то, пускай меня простят, каменчик. Вот. Вот у него мозгов хватает только от каменчика, да, но то, что он кладет камни в определенном порядке. Еще раз, я работал, я знаю, у меня был даже разряд каменчика, даже не помню, какого разряд, в армию присвоил. Вот. Ну, я, конечно, утрирую, я сущу, конечно, нет, все профессии нужны, все профессии хороши, как говорилось у Михалкова, по-моему, да. Вот. Ну, и, короче говоря, но вот эта вот вещь, которую исповедует Раппорт Майнер, которую исповедует Карлай Бородин, которую исповедую и я, участие некоторых людей, да, и приобретаю, все набирая, наворачивая все вот эти вот навыки этого всего и имею я огромное количество доказательств, а именно каких? Человек живет под воздействием высших законов, определяемым, ну, как минимум, мы материальные существа. На нас влияет материальная природа. Почему? Вопросы риторические, не для биохимиков или там биологов, или так далее. физиков, почему вода идет противо всего снизу вверх. Почему надо не сверху поливать цветочки, да, или дерево, почему надо корнем поливать, почему вода поднимается вопреки всем. Я знаю, почему, поэтому мне не надо сейчас писать, объяснять, почему, я не сдаю эти вопросы. Но вопреки закону всемирного тяготения, оно должно идти не вниз, оно почему-то идет вверх, казалось бы, да, оказывается, знаете почему, самое главное почему, луна, а при чем тут луна, спросите вы, а почему тогда у женщин их циклы соизмеряются именно лунными днями, почему тогда в таком случае, это кто может объяснить, при чем тут луна, луна, медицина объясняет, биологи объяснят, понятно, а при чем тут луна, а при чем тут луна, которая не искусственный спутник земли тогда в таком случае, что такое искусственный спутник земли, который влияет на человека, как это может быть такое, как может искусственный спутник земли влиять на человека, значит он наверное не искусственный спутник земли, или какой-то не просто спутник земли, допустим, не искусственный, просто спутник земли, да, Если он просто спутник Земли, значит, что главнее? Земля? Нет, оказывается. Оказывается, по-другому. Оказывается, этот аппарат находится. А что главнее тогда? Рука, нога, голова или перец, к примеру. Что главнее, расскажите? Может быть, оттуда идёт регуляция? Что тогда главнее? Как ни странно, всё наоборот получается. Чему нас учили тогда в таком случае? Расскажите. Оказывается, не тому нас учили, по идее. Оказывается, чему-то другому, чему нас не учили, вообще-то говоря. Может, мы задумаемся, может, мы менталитет свой начнём как-то разворачивать в положенном порядке. Вот о чём идёт речь. Кто мы есть тогда в таком случае? Может, мы действительно божественное создание? А может, мы не материальные существа, а это наша просто пока неотъемлемая принадлежность? Огромное количество вариантов. Вернёмся в вот эти новости, которые происходят. То, что сейчас происходит. И вот годами, веками, можно сказать, были созданы биржи, на которых что-то покупалось и продавалось. И были разные подходы. То есть мы определили два подхода. Один фундаментальный, второй технический. В техническом подходе за всё это время, за сотни лет, были созданы различные инструменты. Индикаторы. Какие-то подходы. Подходы кто создавал? Человек создавал. На основании чего? На основании какого-то движения. На основании каких-то фигур, которые мы видим на графике. А что было до того? Мы можем нарисовать эту фигурку только после того, как мы её увидим на графике. А как мы её нарисуем до того? Мы можем её нарисовать до того? Нет, не можем. Значит, что получается? Мы постфактум рисуем тогда что-то. И это нам даёт возможность определить, что будет дальше? Нет. Куда пойдёт коррекция рынка? Вверх или вниз? Даст нам это возможность? Нет, не даст. То есть какая-то вероятность есть. Кто об этом думает? Никто. Все, конечно, действуют. Действуют наобум, как правило, правильно? Это примерно как человек ничего не думает. Вот он действует, как ему в голову стукнуло, понимаете, он действует. Он не может предположить, что будет дальше. Почему? Он же не знает про себя ничего. Он же не хочет знать. За это же, оказывается, надо деньги платить. Правильно? Чтобы сделать гороскоп. Оказывается, надо платить деньги. Он же не хочет платить деньги. Надо взять и рассказать в чате о том, что надо сделать. О том, что весы вот такие вот сегодня, про весы были. Вот у меня вот, и он говорит, ой, у меня вот это, там, у меня брат весы, у меня муж весы, у меня там дочка весы. Что с этими весами будешь делать? Ну, дочка у тебя весы, брат своя, брат жены прораба весы. Дальше что? Как это тебе помогло в жизни? Помогло или нет? Смешно просто, да? Значит, итак, понятия не имеем, кто мы, да, и что происходит, и мы получаем только в конце, когда уже это все произошло. Оказывается, есть вариант прогнозировать это, поскольку закон-то он есть, правильно? Он же есть, там же вся информация есть. Мы же не умеем пользоваться этим. Почему бы нам не создать себе комфортные условия для одной нашей жизни, которая будет устраивать всех? И вашу жену, да, или наоборот, если жена работает у мужа, и детей, и не надо заботиться о том, сколько стоит образование. Вот. Манна небесная на всех падает в Америке. Они получают, какие у них зарплаты. Это же как Марк. Майкл – это человек, который, денежный мешок, вот он сидит, такое представление. У очень многих, можно даже не сомневаться, да. Чем мне это стоило, никто не знает. Сколько стоит образование в Соединенных Штатах за четыре года? 250 тысяч долларов. 250 тысяч долларов. Сколько надо заработать денег, чтобы обеспечить этим образованием двоих детей, к примеру? Полмиллиона? Дело возьмется полмиллиона долларов. А это стоило образование. А все хотят, чтобы их чата где-то учились, правильно? А потом получили профессию, правильно? Так сколько тогда надо получать зарплату, чтобы обеспечить? И много-много чего другого. И страховки, и все, что угодно. Это менталитет человека, который считает, что у него, вот там, где его нету, там лучше. Понимаешь? Там хорошо, где нас нету. Так человек себе придумал, себе такую вещь интересную, да? Там хорошо, где нас нету. Итак, значит, что происходит сегодня на бирже? Возвернемся к этому моменту. Биржи себя изжили. Эти базары себя изжили. 8 лет назад оттуда пропали люди. Мы это знаем. Вдруг ни с того ни с сего. Одно место на флор, на нее стаки-ченжи стоило 3 миллиона долларов. 3 миллиона долларов стоило, надо в очереди было посмотреть. Желающих было много, чтобы попасть туда, и чтобы получить первое очередное, первое очередное, скажем, возможность получать так называемый квот. Да? Квоты. Квоты на какие-то там стаки, ну, акции компании и так далее. А люди пропали в одночасье. И сегодня их нет. Раньше как было? Значит, открывается, стоят 3-4-5 человек, приглашаются. Я смотрел это много, лет 5, наверное, смотрел подряд. Каждый день открытие, это все там звенит, вот этот вот гон, все открывается, все открыто, все и начинается. Продажа, покупка, черт что творится. Все покупают, продают. А эти люди, которые стоят там внизу, на флоре, это называют на полу, да, вот в черном одеты, все они в черном одеты, да, и бумажки. И все орут, кричат, что-то такое там, то есть, кто, чего, кто первый получит вот это вот значение квоты. И вдруг пропало все. Что произошло? Начался электронный тренинг. К этому было, это новое было. Это при мне было, этого не признавали. То есть, надо было совсем по-другому все делать. Надо было иметь, и сегодня они есть. Надо было иметь, допустим, кого? Брокера. Брокер, это должен быть живой человек, который обучался, чтобы давать сигналы. Он работал в какой-то фирме, его обучали, он где-то учился, и он давал сигнал, значит, покупайте эту компанию, продавайте эту компанию. Это, почему он все объяснял, он этому же учился, да. И, так скажем, я помню, что комиссионные стоили, 65 долларов стоило, комиссионные, чтобы купить, допустим, 100 акций компании, которые стоят, ну, не знаю, 40 долларов. То есть, ты, к примеру, вкладываешь на 40 долларов 100 акций, ты вкладываешь 4 тысячи долларов, за это ты платишь 65 долларов комиссионных. Купил и продал еще 65 долларов комиссионных, которые идет вот этому брокеру в эту компанию. Вот так это было раньше, да. Потом пошел электронный трейдинг, и я помню, как вдруг это стало стоить уже не 65 долларов, а с помощью электронного трейдинга, который ты делаешь уже ты сам, это стоило 10 долларов. Потом я помню, у меня до сих пор есть эти стейтменты, которые до сих пор они имеют. RJT, я помню, эта компания была, 5 долларов, а потом это стоило, стоит 2,50, и все. И не нужны люди, не нужны брокеры, не нужны люди на флоре, да, когда все идет электронно. Все за это стали брать деньги. Месячная подписка, которую мы платим, экшенжим, вот этим вот, скажем, базаром, да, где происходит покупка и продажа вот эти акции, там, фьючерсы, и стали вводить все новые, новые, новые инструменты. Фьючерсы, опционы, там, коммандитис, или сырью, там, много-много всякого всего, да. И это было веками, да. И вдруг, что произошло сейчас? Вот сейчас самое интересное. Вдруг, год тому назад, ну, чуть больше, может быть, ну, примерно, да, вдруг появились на бирже, появились биржи, связанные с криптом. Вот. Появились биржи, связанные с криптом. Их становилось все больше и больше, их много уже стало, две, тридцать, ну, не так много, как, допустим, другие, но количество, скажем, компаний, которые принимают участие в этих биржах, зашкаливает сегодня, да, 20 тысяч, 40 тысяч, и можно покупать любые монеты, какие хочешь, точно так же электронные. Вопрос в другом. А для чего это все произошло? Кто-нибудь об этом думает? Нет. Никто это не анализирует. Ведь если звезды сжигают, кому-то это надо, правильно? Майкл сказал. Если появился крипто, кому это надо? Для чего это надо? Это новое, заметьте. Новое всегда воспринималось и воспринимается в штыки. Вдруг это все оказалось и появилось. Для чего? Вопрос. А для того, что мы с этого начали, а почему не допустить, что это варианты нашего виртуального мира, в котором будет участвовать, чуть ли не 50 вначале было, Галина говорила, теперь она сказала, недавно 40% всего населения. Вот себе представили, да? Дело даже не в этом. Просто эти деньги никому не нужны. Эти деньги же можно напечатать сколько хотите. Правильно? Сколько хотите. Печатные станки не останавливаются. Они печатают и печатают. Ну, и кто-то туда залез, взял вот эту кучу этих самых стольников, да, и пошел покупать. Сегодня оно же покупается, но они же ничем не обеспечены, поэтому супер-дупер-гипер вот эта вся инфляция, которая ничего, ничем не подкреплена. Значит, логики, ну, никакой в этом нет. Значит, если нет логики, тогда получается что? Тогда это уже никому не надо, да? С другой стороны. С другой стороны, а кто тогда в этом принимает участие? Людей-то нет. Ну, нету людей. Тогда что? Ну, единицы принимают участие. Я, допустим, тоже иногда принимаю участие, когда я вижу особую петерн. Петерн – это определенная конфигурация, которую я вижу и которую я предполагаю. Она развернется туда-туда, ну, и я делаю ставки, допустим, да? Но я пользуюсь мозгами, как минимум, а не тем, что называется лаг, да, или удача, или кембл. Я мозгами пользуюсь, поскольку я этот вопрос изучаю уже довольно давно. И вот сейчас самый главный, самый интересный момент о том, что в крипторынок пришли люди, живые люди пришли. Там людей нет. Значит, это означает, что если людей нет, значит, манипулировать рынком можно как угодно. Никто ничего не может проконтролировать, нету людей, которым можно посчитать, на каком основании это претверг, никто не знает. Никто не может это объяснить, никто и никогда не объяснит, да? Объяснение, безусловно, есть, но мы этого не знаем, да? Теперь представим себе, что огромное количество людей, живых людей, решило купить монету Шиба, допустим, ну, просто, как для интереса, или монету, там, Биткоин, допустим, огромное количество людей. Причем можно покупать дробные части, любые части. Вот у вас есть 10 долларов, Биткоин стоит там 50 тысяч, а вы на 10 долларов купили этого Биткоина. 0, 0, 0, там, какую-то десятую, да? Биткоин вырос на 40%, ну, из 10 долларов, допустим, да, получили 40%, 4 доллара получили, да, из 10. Правильно? Ну, все, почему нет, можно? Можно, да? Не имея значения. То есть потенциал появился совершенно невероятный. Вопрос заключается в том, что все теперь люди, все до единого подвержены менталитету сверху. менталитет диктуется сверху. Есть специфика страны, без сомнения, есть специфика, но в принципе человек ведет себя именно таким образом. Он может выйти из-под влияния матрицы, для этого ему надо предпринять определенные шаги. Он может сделать все, что он захочет, для этого надо предпринять определенные шаги. Но если мы сейчас все начнем покупать и будем где-то продавать, хотим мы или не хотим, это диктуется верхними законами, высшими законами. А их никто не хочет знать. Поэтому та методика, в которой буквально вот этот Роберт Маймерт, уже говорил Фибоначчи Квинн, или я, допустим, это единицы. Почему? А потому что это жизнь на земле. Фибоначчи открыл зависимость. Это улитка. Улитка. Это развитие нашей жизни. Обратите внимание. И там есть определенная, выверенная, с точностью. Что такое пик? Все знают. Правильно? Что такое золотое сечение? Ну, как по идее, все знают. Это вселенская гармония. Она, как ни странно, работает во всей нашей жизни. И как вариант, она работает в этом отношении, в этом криптовалютном рынке. И самый главный момент, там есть люди. Все, что остается нам сделать, изучить это, уже давно открытое. Всего лишь. Взять себе за труд и изучить. И убрать у себя дурацкое представление о том, что мы все знаем. Мир крутится вокруг нас. Нам все кто-то чего-то должен. И все. И тогда мы добьемся того, чего мы все хотим добиться. И пускай мне скажет хоть один человек о том, что ему деньги не нужны в этом мире. Полная глупость. Но он себя хочет сделать лучше, этот человек. Поэтому он говорит, я духовностью занимаюсь. Мне вот это все не надо. А что такое духовность? Это и есть бизнес. Я, к сожалению, должен констатировать, что даже лучшие представители из нас, которые обучаются, я знаю таких людей. Они этого тоже момента не понимают. Напоследок приведу еще один пример, который я уже приводил. У меня есть приятели, которые живут у нас, в Чикаго, и которые занимаются духовными практиками. Духовными, но по-настоящему. Не эти практики, там пришел, ты куда-то, там где-то получился. У них играет музыка, духовная музыка, будем говорить, играет с утра до 24 часа. И звучит это музыка. Они читают мантры регулярно. Они производят обряды поклонения регулярно. Они производят обряды, которые надо производить регулярно. Нет такого, чтобы хоть один день был пропущен на протяжении многих-многих-многих лет. Десятилетий, по сути дела. Вот себе представить. Они занимаются духовными практиками. И когда к ним приехал гуру, мужа гуру приехал, у них ребенок, это тоже все, они воспитывают именно так, как вот им, ну, как бы, такая традиция. В той традиции, к которой они принадлежат. Это не важно. Ну, вот именно в той традиции они воспитывают. Кто это любит, это не имеет значения. Вот, да, и чем они занимаются. Но к ним приехал его гуру, мужик, да, и задал вопрос. У них программы были, медицинские, там, лекции были. И вот один раз он им задал вопрос, и только буквально ошалел от такого вопроса. Он ему задал вопрос, на чем ты будешь концентрироваться. На чем ты будешь концентрироваться? Ну, имя его, духовное. Они называют себя, они Петя, Коля, Вася, они называют себя духовными именами. Это действительно их имя. Это имя. Это они дважды рожденные. Первый раз они родились физически, например, мама родила, как говорится, а второй раз они родились, когда они встали на путь духовного. Им дали имена их учителя. И вот он задал вопрос, на что ты будешь ориентироваться, дорогой ты мой? Ну, ситуация там есть такая, беседа, он говорит, на бизнесе или на духовности? И он сказал, ну, а шалел от такого вопроса. Как? Я думаю, конечно, духовность. Он говорит, абсолютно неверно. Тут еще раз обалдел. Это как понимать? А как ты будешь расскажи мне соединяться с Господом Богом, с тем, кому ты поклоняешься, если у тебя на шее висит дом, допустим, для твоего ребенка в школе, если тебе надо найти деньги на оплату коммунальных услуг, на оплату рента, там, где ты проживаешь дома и так далее, на какие-то еще вещи, а у тебя их нет, понимаешь, у тебя расписание, тебе надо идти, ты себя плохо чувствуешь, а тебе надо идти делать твоему клиенту сервис, так расскажи, как ты будешь на этом концентрироваться, хочешь ты или не хочешь, ты материальное существо, ты не в духовном мире, дорогой ты мой, ты живешь в материальном мире, живешь в доме, за который надо платить, у тебя дети, надо покупать учебники и платить за их образование, тебе надо покупать одежду, тебе надо покупать еду, тебе надо покупать, 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 и это очень тяжело, поверьте мне, здесь жить гораздо тяжелее, невзирая ни на какие пенсии, за чертой бедности, это все сказки, это все ерунда, я могу привести огромное количество примеров, здесь намного тяжелее, ну конечно, каждый человек строитель, Кузнец говорит, свое счастье, строитель своей судьбы, и конечно, многие, ну, надо дать должное, русский человек, он всегда найдет путь для того, чтобы выйти вперед, это действительно гораздо больше, чем на американец, ну вот так такие, но не в ущерб чему-то другому, короче говоря, смысл его вопроса заключался в том, что деньги, это и есть твоя духовность, и первым делом, в материальном мире, ты должен концентрироваться на этом, ты не обеспечил себя еще до того момента, когда тебе не нужно за все платить, или у тебя есть сколько угодно денег, чтобы ты себе это не создал этих условий, вот только и всего, но это надо создавать себе трудом своим, понимаете, и мозгами своими, а не тем, что ты пришел и выиграл джек-пот, это полная глупость, понимаете, вот такие, дорогие друзья, дела. 18 человек у нас 12 человек на части по количеству людей, хотя программа серьезная, и даже очень серьезная, где можно много-много чему научиться, если дать себе задание, подумать, о чем, вообще-то говоря, тут все говорилось, для многих это без сомнения будет просто болтогнать. Ну, что поделать, у нас мир сегодня. Но тем не менее, дорогие друзья, я благодарю вас за участие, за все-таки акцент внимания, который есть, ну и до новых встреч. Всего доброго. Продолжение следует...